Привет, друзья! Сегодня я расскажу о 16 и 17 сериях 4 сезона американской телевизионной медицинской драмы, которую снимала целая бригада режиссёров под названием «Анатомия страсти». Я умираю. Я умираю, да? Клиника Seattle Grace живёт обычной жизнью. Идут операции, кто-то выздоравливает, кто-то, увы, нет. Врачи решают свои личные проблемы, влюбляются, теряют близких, открывают новые страницы жизни. В один из дней всех врачей клиники вызывают в травматологическое отделение. Их ждёт очень тяжёлый случай, который ставит в тупик дипломированных специалистов. Перед ними на столе огромная глыба бетона, из которой выглядывает голова молодого человека. Доктор Келли Торрес проводит опрос друзей парня. Три молодых человека и девушка ведут себя странно. Похоже, что они совсем не переживают за товарища. Напротив, им смешно то, что произошло с парнем. Ведь Энди никогда не отличался смелостью. Они забрались на стройку и подговорили друга. Девушка перебивает доктора. Он им совсем не друг. И никто не заставлял его лечь в бетон. Они не сделали ничего плохого. Доктор возмущена. Как долго они смотрели, как их «не-друг» лежал в бетоне, не имея возможности пошевелиться, прежде чем они, четыре гения, догадались позвонить в полицию. Вызванные рабочие интересуются, с чего врачи планируют начать вызволение парня из бетона. Но получают обескураживающий ответ. Никто не знает. Мужчина не понимает. Они вырезали его из бетона мешалки и сделали это довольно далеко от тела. Так что врачи собираются делать? И опять получают ответ. Не знаем. Энди плачет, но доктор Миранда Бейли успокаивает парня. Она, конечно, никогда не видела мальчика в тонне бетона, но собирается обдумать ситуацию и обсудить ее с другими хирургами. Они обязательно придумают, что и как можно сделать для спасения жизни Энди. Она никогда и никому не гарантировала этого. Но вот ему обещает. Одно она знает точно. Бетон, в который он замурован, медленно вытягивает воду из его тела, и ему никак нельзя плакать. Он сильный молодой человек и справится. Он будет жить. Заведующий отделением хирургии Ричард Вебер поручает интерну найти в его кабинете папку с материалами по отравлению бетоном, а сам спешит в операционную. Но, войдя внутрь и воочию, увидев каменную глыбу, невольно останавливается от удивления. К тому же его смущает отсутствие остальных врачей рядом с пострадавшим. Оказывается, что все они совещаются в соседней комнате. Доктора Торрес беспокоят конечности пациента. Доктора Бейли волнуют разрывы внутренних органов. Доктор Слоун считает, что нужно сначала осмотреть ожоги. А по мнению доктора Хан, главная проблема с сердцем. То есть они просто не знают, с чего начать. Бетон сжимается. Энди может потерять обе ноги и правую руку. Но без печени жить невозможно. В это же время щелочь из бетона сжигает его кожу. Нельзя начать бетон просто отламывать. Если внезапно начнется кровообращение, накопленные токсины дойдут до сердца и остановят его. Может, конечно, помочь диализ, но... И опять начинается перепалка. Вебер останавливает спор. Ребята позвонили в 911 через час после того, как Энди попал в бетон. Еще три часа понадобилось, чтобы его нашли и вырезали из бетономешалки. У врачей, чтобы вынуть его из бетона и доставить в операционную, остается от четырех до шести часов. Теперь они сражаются со временем. Дорога каждая минута. Они будут работать командой или человек умрет. Они должны сохранить жизнь Эндрю Лангстерма. Рабочие начинают откалывать куски бетона. Врачи стоят вокруг и следят за каждым мгновением. Слоун пытается влить уксус под бетонный панцирь, чтобы минимизировать ожоги кожи изнутри. Парень начинает паниковать. Он не такой тупой. Он лучший студент и наставник младших. Обычно он не прыгает в чан с бетоном. И сделал это ради девушки. Той самой, которая приехала вместе с ним. А теперь она не только не впечатлена, она запомнит его навсегда. Как идиота, который был настолько туп, что прыгнул в чан с бетоном. Его пытаются успокоить. Все совершают ошибки. Но Энди безутешен. Он умрет в бетонном кубе, чтобы впечатлить девушку. Энди, наконец, вспоминает о родителях. Как они переживут смерть сына. Миранда успокаивает парня. Он еще совершит множество ошибок. А это просто частность. Маленький эпизод жизни. Врачи продолжают работу. После каждого куска бетона ноги опухают все сильнее. Приходится слить лишнюю кровь. Миранда Бейли мучается от того, что никак не может уловить что-то очень важное. Врачи что-то пропустили. О чем-то забыли. Гангрена. Синдром сдавливания. Баланс жидкости. Электролиты. Боже! Они дают ему жидкость уже около четырех часов. Его мочевой пузырь просто лопнет, если не поставить катетер. Доктор Торрес выходит в коридор. Она просит Лолу пройти к Эндрю. Но парни начинают высмеивать пострадавшего. И девушка теряется. Хотя видно, как она переживает. Келли обрывает бестолковых парней. Ему больно. И нужно, чтобы рядом был близкий человек. Но девушка, боясь насмешек, не решается пойти к важному для нее человеку. Торрес предупреждает. Позже она будет ненавидеть себя. Келли говорит Энди, что не нашла Лолу. И тот понимает. Она просто не захотела прийти. Хотя ей нравилось проводить с ним время. Однажды они даже чуть не поцеловались. Но он испугался. Остался последний кусок бетона. Парень рад. Кажется, все страшное позади. Но Миранда объясняет. Есть шанс, что когда бетон перестанет сдавливать его живот, скопившиеся токсины проникнут в сердце. И ему станет плохо. Сердце может даже остановиться. Он перестанет дышать. Но они перезапустят его сердце, подключат к аппарату искусственного дыхания и не дадут ему умереть. Рабочие снимают последний кусок бетона, и Эндрю теряет сознание. Парни переносят на каталку и начинают реанимацию. Операция по спасению Эндрю длится почти 9 часов. Пока другие выполняют свои функции, доктор Торрес в разговоре с коллегой недоумевает. Все тело парня было заковано в бетон, ноги раздавлены, сосуды разорваны, нервы обрублены. А она думает о своем. Врачи Слоун и Хан закончили свою работу и уступают место у стола следующим специалистам. И тут сердце парня останавливается. Врачи опять заводят его. Доктор Янг готова сделать необходимые манипуляции с легкими, которые мешают организму нормально работать. Ждать другого доктора просто некогда. И Вебер доверяет молодому доктору провести процедуру. Вернувшаяся Хан возмущается. Неужели нельзя было дождаться ее? Но Вебер напоминает. Янг неплохой кардиохирург. И сейчас она сделала все, что было необходимо. Заведующий проверяет Эндрю после операции. Состояние стабильное, организм работает нормально. Утром доктор Торрес видит Лолу в коридоре. Она не ушла и ночевала в комнате ожидания. Девушка просит никому не рассказывать об этом. Но Келли отчитывает ее. Парень нуждается в ее поддержке. А ее волнует мнение окружающих. Не лучше ли быть честной? Энди жив. А это главное. И Лола идет в палату Эндрю. Она целует парня. А он не верит своим глазам. Врачи улыбаются. Он так долго ждал этого поцелуя. День заканчивается. А жизнь продолжается. Кто-то находит новую любовь. А кто-то возрождает отношения. Впереди новые пациенты и новые операции. И случаи небывалых спасений. Это только один эпизод из всего сериала, который на сегодня насчитывает 18 сезонов. Любители медицинских мелодрам – сюда. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком и подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok